Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 июля и со вчерашнего дня я начала серию видеороликов необычные сорта томатов. И вот в эту серию я решила включить и вот этот сорт подкидыш, потому что у него такая удивительная судьба получилась. Он как бы самозванец, он попал вот в эту теплицу, где у меня высажены только индотерминатные, только высокорослые все томаты. Попал сюда обманом под видом черного принца. Я уже рассказывала, что получилось пересортиться. Купила в магазине черный принц, хотела развести. Натурально именно от производителя семена получился вот этот вот подкидыш. И когда я хотела, когда он свел, я хотела общипать. Зрители заступились за него и сказали, ой не общипывайте, посмотрим что будет дальше. Ну вот посмотрели, ну как и предполагалось получилась красная дробь. Но дроби много, дробь такая, ну как сказать, массовая. И второй раз, когда я, когда вот он уже созрел, созрел вот так обильно, он весь увешан вообще, вот у него даже не видно стволиков. Он весь вот в этих кистях, кисти очень такие. Ну конечно он низкий, конечно это какая-то скороспелка, названия нет. Но так как начали звать его подкидыш, я его называю подкидыш, не удивляйтесь, это название условное. И второй раз его спасли. Когда я хотела, ну я написала, говорю, да он сладкий, неплохой в общем-то, ну значит съем его, да и все, и забудем про него. И многие зрители, что очень интересно, не один и не два написали, соберите пожалуйста с него семена, я тоже хочу такого подкидыша. Одна зрительница написала, у нас лето очень короткое, раз он созрел рано, он не подойдет. И вот его спасли второй раз, значит у него будет продолжение жизни. И вот именно на нем я сегодня покажу вам, как правильно собирать семена. Ну как я, по крайней мере, как я собираю, как я считаю, что это правильно собирать. Ой, извините, у нас сосед через огород живет, он, у него шизофрения, он так кричит, не пугайтесь. Это все лето так. Я хожу и оглядываюсь всегда в ту сторону. Но человек больной, ничего не поделаешь. Приходится мириться с этими криками. И вот смотрите, мы с него сегодня будем собирать семена. Кто ни разу не собирал, я покажу вам, как это делать. И вы сможете с любой помидорки, которая вам нынче понравится, которая покажется вам достойной, и вы захотите оставить на будущий год, вы сможете собрать свои семена, и тогда уже точно будет на 50% у вас и крепче, сильнее рассада, и она будет выносливее. Я вот знаю со своей и с магазиной, это две большие разницы. Вот этот сорт подкидыш, ну что о нем сказать, никакого описания официального у меня на него нет. Я вот примерно вам говорю, что он примерно 40, но от силы 50 сантиметров в высоту. Кисти такие странные какие-то, вот такие веерообразные, много-много-много-много их. И что поражает, это его массовость. Вот он весь-весь-весь улеплен в помидорках. Тут спелые, тут зеленые. Вот, короче, пучок, так, как гроздь винограда, огромная, многочисленная. Вот это наш подкидыш. Ну, и сказать-то больше нечего. Но я попробовала на вкус. Те, которые, конечно, если вот такие срывать, они кислые. А вот такие, которые красные-красные, которые уже спелые, они сладенькие. Они такие-таки, ну, томатный такой вкус, обычные. Конечно, это не мясистые, сахаристые бифтоматы. Ну, вот для сибирского региона, для нас, для начала июля, это нормальные томаты. Они очень вкусные, их с удовольствием сейчас любой бы покушал. Все, до свидания. Вот это вот наш подкидыш. Это тоже необычный томат. У меня вот есть скороспилки, но вот в такой форме томаты обычно не вырастают. А это какой-то сгусток маленьких крошечных томатов. Ну, одно слово. Красная дробь, но дробь массовая. Все.